Поэтому я был в Киеве недавно, там один пастор жаловался. Вот почему те, кто любят проповедовать, они не очень любят слушать людей. А они не любят слушать людей не от того, что не любят проповедовать. Потому что они в основном, те, кто такие публичные, они экстраверты по природе. А экстраверт, он больше, вот, и поэтому у него масса, он, вот, это действие. То есть нужно понимать, так вот, ну, мы такие по природе. А интроверт, он более такой углубленный. Все, мы начинаем, да? Хорошо. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за этот новый день, за это утро. И много людей, Господи, сейчас хотят радоваться от этого праздника, но радость только от Тебя, Господь. Поэтому молим Твоей милости, Твоей благодати, чтобы через церковь Твою звучала радостная вещь в этом мире, Господь. Чтобы люди все больше и больше обретали радость и покой в Тебе. И дай нам, Господи, радости. Радости вот на наше постижение, познание Тебя, на изучение Твоего слова. Применение в своей жизни и проповеди, Господи, этого слова, этому миру. Благослови это время. Пусть, Господи, Дух будет с нами, учит нас. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Кстати, я вчера нашел еще одну книжку у себя по Павлу, которая вышла на русском языке. Я говорил, что есть еще одна. Она такая тяжеловеста. Здесь, конечно, сделали две книги в одном, что очень хорошо. Это Альберт Швейцер «Мистика апостола Павлова». По книгам называется «Христос или закон». Альберт Швейцер писал эту книгу, конечно, в начале 20 века, уже сто лет. Но интересно, что в какой-то степени он еще актуален. Что? Альберт Швейцер? Нет, он немец. Ну, он европейец, я не помню, немец ли он. Ну, вы понимаете секрет в том, что так называемые еврейские фамилии, по сути, это немецкие фамилии? Почему? Потому что евреи брали фамилии. Не надо, Кирилл, вот так вот. Я сейчас... Да. А, да, ну вот. Потому что брали евреи, скажем, восточной Европы, диаспоры. То есть у них польские и чешские фамилии. Те, кто жил в Германии, у них такие немецкие фамилии. Ну, со своими. Оттуда, там и идиш появился. Что такое идиш, да? То есть это и есть испанский вариант еврейского, немецкий идиш. Где-то какой-то кавказский есть тоже, ну, не караимский, я тут как он, я не помню. Какак? Вот, что-то там, да. А настоящие и еврейские фамилии, это вот Левин, Коген, которые вот содержат в себе... Вот тут очень мало. Да, Кирилл, или нет? Вот, поэтому, да, мы привыкли, что если оно звучит, но на самом деле евреи просто так же самым видим, как и в период апостола Павла. Павел тоже, у меня было именно Павлос греческое... Да, давали, да. Ну, что интересно, но мы теперь все равно воспринимаем это как еврейские фамилии. Да, вот, все равно, да, хоть и не еврейские, но еврейские. И вот, и вот, разбери с этим. Не верят? Надо меньше общаться с евреями, я тебе скажу. Это румынская фамилия? Ну, она немножко, как... Адаптирована, да. Ну, да, ну... Кирилл расскажет, он был в этом музее, он получил сертификат. Да, и Альберт Швейсер очень интересная личность. Есть Международная Академия имени Альберта... Медицинская Академия имени Альберта Швейсера. Блестящий теолог с такой, ну, карьерой вдруг решил поехать миссионером в Африку. Его не взяли в миссию, потому что его взгляды были не очень ортодоксальны. И он в 30 лет получает еще одну профессию образования, врача. То есть, ну, для тех времен, в 30 лет еще учиться, это было немыслимо. И едет миссионером в Африку как врач. И вот он стал известен как Альберт Швейсер, потому что он отказался от своей карьеры как теолога и философа. Он действительно очень таким образованным человеком. И вот он построил больницу в Африке. И его известные труды по этике, если вы будете изучать курс этики в любом университете каком-то, все равно фигуру Альберта Швейсера вы не обойдете. И это мне его имя помогло в одной беседе в поезде с заведующим кафедрой философии и социологии в одном университете. Я говорю, ну вот Альберт Швейсер Хриседин. О, да, Альберт, это все круто. Хотя он, конечно, для ортодоксальных христиан немножко либеральный. У него есть книга по историческому Иисусу в те времена. И вот по Павлу, мистика Павла. Это уже сто лет книги, в принципе, уже, но ее еще все равно к ней обращаются, там есть некоторые моменты. И еще одна важная фигура, вот здесь вот, почему я эту книгу так купил, это Эд Сандерс. Павел, закон, еврейский народ. Это как бы две книги здесь в одной. И Эд Сандерс положил то, что я, по-моему, говорил. Так называемая, ну так говорят, Сандеровская революция исследований Павла. Вот это вот он здесь вот, она вот книга. Но я говорил, что на самом деле это не революция в исследовании Павла, а революция в понимании иудаизма первого века. Не все согласятся с Сандерсом, но он наметил совершенно другой курс в исследовании Павла, потому что иудаизм более стал известен. Мне говорили, что иудаизм оказался не религия, которая зарабатывает спасение делами. Вот, и это Сандерс, ну его учитель Дэвис так положил, но больше мы связываем это с Сандерсом, с этим еще. Хорошо. Итак, мы подходим с вами к завершению. Конечно, Павел такая фигура, его послание, его письма, это что-то такое половина Нового Завета и требует, конечно, огромного к себе внимания, изучения, исследования. И по сей день исследования по Павлу не утихают, дискуссии продолжаются. И фигура Павла настолько велика, что, по сути, богословие о реформации, это, можно сказать, на 90% влияние Павла, влияние апостола Павла. Конечно, оно пришло к нам, как мы говорили, в самой первой лекции через Лютера, через реформацию, но Павла Никола Дениса. Павел вывел Евангелие на просторы, за пределы, не то чтобы Палестины, а вот еврейского мышления, что ли, именно израильского мышления. Нельзя сказать, что другие апостолы где-то были, видим, что Петр где-то там ходил, но Павел считается миссионер или апостол языков, да, апостол язычников, апостол всех народов. И вы получили конспектики, да, мы просмотрели несколько посланий, несколько посланий, можно сказать, такие три стадии, да, мы можем увидеть три стадии или периода развития церкви. Вот первых ранних посланий к фессалоникийцам, где только вот молодая церковь поднялась, начала развиваться, да, то есть на нее сразу же обрушились какие-то гонения, какие-то проблемы. Но Дух так ее возгревал, так вот создавал в ней такую смелость, да, вот, так что Павел говорит, что вы не угошаете Духа. Может быть, служители этой церкви, лидеры слишком перепугались от того, что много начало, ну, начал появляться Дух через людей. И Павел говорит, что вы не угошайте, то есть порочество должно звучать, Слово Божьего должно быть много, то есть Дух будет говорить вам это Слово, то есть не угошайте. Потом видим следующее послание Коринфянам, это уже какой-то такой подростковый период, видим какой-то кризис подростковый. Но чем характерен этот подростковый кризис, да, то есть обычно подростки не спровергают авторитеты, делятся на какие-то там, за какими-то героями идут, да, не признают родителей, считают, что не умнее родителей. Вот что-то вот такой вот, ну, подростковый кризис мы видим в Коринфской церкви, да, то есть она отвергает авторитет Павла, то есть у нее появились новые герои. И если в послании к эфесянам той церкви, к фессалоникийцам Павел говорит, не угошайте Духа, то здесь уже настолько люди, по-моему, что-то перепутали, Павел уже начал корректировать, вы должны правильно понимать действия Духа, вы должны правильно подчиняться Святому Духу, то есть, ну, живите, и он уже их учит, чтобы не преодолеть этот подростковый кризис. Мы подошли к посланию к эфесянам, где такая потрясающая картина, и исполненность Духом – это то, что формирует здание единого храма, единого тела, да, церкви, мы вчера об этом говорили. Конечно, мы упустили такие послания, как Галатам, вы уже их читали, послания к римлянам. Обычно это самые первые послания, которые изучаются, если какой-то есть курс по Павлу. Ну вот, мы прошли так вот, и сейчас такое вот обобщение, сделаем такое вот обобщение теологии апостола Павла. Когда изучается теология апостола Павла, я говорил в самом начале, есть только два направления. То есть, либо мы идем по посланиям, либо сразу создаем какую-то тематическую сетку. Ну вот, я сделал это в конце, чтобы мы так немножечко ощутили вот это вот послание по отдельности, да, чтобы потом увидеть, как можно выстроить по категориям те или иные моменты понимания Павла. В данном случае сегодня я хочу поговорить о понимании Павла Бога, Христа и Духа. Конечно же, можно говорить о экклезиологии Павла, то есть его понимании Церкви. Можно говорить о многих-многих вещах. Но просто это понимание Бога, Христа и Духа, это и есть основание, фундамент для Церкви, для понимания нашей миссии и нашей жизни. В видении, вот, немножечко напомню вам, я познакомил тогда еще на той сессии по гамилетике. Ну, я понимаю, что вы это не запомнили, потому что я также знаю, что в нашей Церкви я один помню все проповеди. Вот, и то не все, в принципе. Но я когда говорю, помните, мы там, вот, прошлой весной об этом говорили. Ну, а, беседа, да, ну, я понимаю, они не помнят, это я помню, потому что я об этом говорил, да, то есть оно во мне. Но, тем не менее, напомню, вот, в чем заключается теологическая задача, да, вот, ну, как интерпретировать писание, тексты так, чтобы, ну, это не, ну, потому что Павел писал, он, или библейские тексты написаны не для библиистов, не для экзегетов, не для толкователей, просто так, не для преподавателей, а для Церкви, чтобы это было слово, которое формирует, направляет и Церковь созидает. Но у нас есть такая задача богословская, как вот, в данном случае, теологическая или богословская, я в хорошем смысле использую, потому что у некоторых есть страх, а теологи или, там, богословы, это такие вот люди, которые берут какую-то простую вещь, ну, вот так, раз, 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 что-то сделали, какой-то фокус, и уже непонятно и сложно, ну, такое представление. Либо считают, что это вообще нужно от них избавляться. В данном случае, мы говорим, богословие всегда будет хорошим, плохим, правильным, неправильным, истинным, ложным, ну, оно всегда будет. Поэтому наша задача такая вот, на примере вот этих вот нескольких посланий. Первая задача дескриптивная, то есть описательная. Когда мы изучаем текст, нам нужно внимательно прочесть. Либо мы читаем какой-то виршик или стишок, или какой-то фрагмент, либо все послание, мы должны его просто прочесть. Внимательно, мы еще не толкуем, то есть это такое описательное, да, вот, подход. Мы стараемся собрать больше информации, увидеть целостную картину. И этим больше посвящена технически, да, такая дисциплина, как экзегетика, или еще она называет экзегетическое богословие. Хотя я не могу понять, почему это именно богословие, ну, экзегетика как метод исследования текста. Его основная задача – это попытка реконструировать первоначальную форму, значение и смысл текста, да. То есть это еще не совсем желание понять, как это сейчас применить, но попытка узнать, что это значило тогда, ну, как минимум. Но это очень важный шаг. Экзегетика никогда не закончится, если она не станет, ну, не вылиться в проповедь, да, то есть в применение, когда, ну, тем не менее, это первый шаг. Это первый шаг богословской задачи, метиллической задачи. Это дескриптивная задача. И вот на примере этих посланий мы немножечко, понятно, это было мало времени у нас, но мы увидели, да, как вот, когда мы получаем пользу того, что внимательно прочитываем тексты и стараемся проникнуть в их мир. Вторая задача – это синтетическая задача. Это, ну, нам нужно поместить текст в канонический контекст. В данном случае с Павлом это проще. Мы теперь смотрим, как каждый его фрагмент или послание мы можем соотнести со всеми его, со всем корпусом его текстов, да. Потом, как Павел соотносится уже с другими принятыми в канон текстами, да, Нового Завета. Как он коррелирует, то есть как он соотносится с ветхозаветным повествованием, да, то есть как он его интерпретирует, как он развивает. Это задача библейского богословия. Библейское богословие тоже еще остается на уровне там и тогда, то есть первоначального смысла. Потому что иногда под библейским богословием понимается, какое у нас библейское богословие, то есть синоним правильное, то есть у вас может быть неправильное, а у нас библейское. То есть это так тоже используется. Но в данном случае я имею в виду библейское богословие понять библейский канон, библейское повествование вот в терминах и в категориях вот Библии. Если экзегетика берет какой-то отдельный фрагмент, да, и его изучает, то задача библейского богословия уже синтезировать все библейское повествование, то есть увидеть его и как оно звучало, говорило там и тогда. Затем у нас есть такая задача, я не люблю это слово, догматическая задача, но тем не менее нам нужно поместить текст в современный контекст. Вот тут уже это переход в здесь и сейчас. Как это слово, как этот текст будет работать здесь и сейчас. Почему догматическая задача? В данном случае я имею в виду, что нам нужно вывести некую богословскую или этическую норму, да, то есть уже не просто, ага, это значило вот то-то тогда-то. То есть здесь эта задача такая, что это теперь значит, какое-то имеет значение вот здесь для нас, для сегодняшней ситуации, для нашей церкви, для миссии нашей церкви. И, конечно, мы здесь формулируем некую норму. Эта норма будет либо доктринальная, либо этическая, моральная, да. То есть здесь мы уже, мы подыскиваем какие-то аналоги, проводим какую-то аналогию, ищем подходящие слова, категории, термины, понятия, да. То есть, например, ну, может быть, даже такой момент, Павел говорит там, душа, дух, тело. И мы это воспринимаем как четко так, что есть. А если Павел просто использовал античную антропологию, не сильно там вдаваясь в ее нюансы, он нам ничего и не рассказывает, что это такое. Так ведь? Мы и не знаем. Так мы теперь можем говорить о человеке, но исходя из понимания нашей антропологии, то есть подыскать новые или более глубокие понимания, что есть человек, и адаптировать. Понятно, не всем это понравится. Мы чаще всего останемся вот на понимании дух, душа, тело и будем спорить. Так что три – это трихотомисты, или два – дихотомисты, телесная и материальная, и нематериальная природа. Ну, это маленький пример. Или мы пойдем дальше. Как мы будем говорить об этом, но уже сегодняшним языком? Во-первых, чтобы было понятно нам, потому что мы дети своего времени, и у нас мы не можем понимать чисто библейские категории, потому что они отлиты или вылиты в формы исторические, то есть в истории. То есть мы можем себе вообразить, что мы их понимаем. Поэтому нам нужно все это перевести в термины, в категории сегодня. То есть это задача, чтобы какую-то выстроить норму, богословскую норму, да, то есть доктринальную норму, или морально-этическую. Это понятно, да, о чем я сейчас говорю? И это задача систематической теологии или догматической. Я больше люблю термин систематическая теология. То есть это интерпретативно-нормативная задача. Прошу прощения, сам еле их выговариваю. Здесь очень важно, почему это нужно пройти, чтобы интерпретация не стала интертрепацией. Ну, когда мы думаем, что мы, а мы просто трепемся. Понимаете, да? Но и последнее, это прагматическая задача. То есть нужно этот текст воплотить или прожить, да. И вот этот текст и это слово, оно звучит либо в проповеди, либо в каком-то действии, да. Например, это прикладная или практическая теология. Это как теперь эту вот норму, теологическую норму, да, или моральную норму, которую мы вывели, да, принцип или повеление или еще что-то. Как это теперь воплотить? Мы можем знать, что это значит для нас сегодня вот это, вот это и вот это. Ну, круто, классно. А как это воплотить? То есть это же задача практической или прикладной теологии. Вот, это уже наша, да, вот это мы уже, видите, чтобы первым христианам было просто, которые слушали Павла. Они не думали такие, ну, нам уже не так просто. Мы уже выдумываем такое, ну, не выдумываем, такой метод, шаги, чтобы эти слова Павла, которые были сказаны там и тогда, им нужен первый закон, что слово Божье в первую очередь звучало через Павла им, а потом нам, и вот, но нам уже нужно поработать. Хорошо, вот это вот такое вот, и постараюсь сегодня на примере показать, как этот путь можно пройти. Несколько таких моментов. Первое, понимание Павла Бога, Христа и Духа. И видите, тут уже такой план идет, да, я привел вам такой план, как обычно делают исследователи, или там в книгах, или в словарях, те, которые не будут делать обзор послания, кто сразу будет давать какие-то отдельные фрагменты или элементы, да, вот мысли. Поэтому здесь уже оно похоже на такую систематизацию Павловского богословия. По сути, вот этот план, да, используется уже в богословии каком, догматическом или систематическом, когда у нас все расставлено по категориям, по пунктам. И вот, первое, Бог. Что же Павел, как Павел понимал, или как он говорил о Боге? Конечно, когда Павел говорил о Боге, он не выстраивал систему, то есть у него было такого плана, который я вам сейчас предлагаю. Это нам нужно, да, мы ищем, мы делаем такую выжимку. Первое, что нужно сказать, что у Павла очень часто это слово, 40% вообще употребления этого слова Бог, слово Бог, Теос, он писал на греческом, это у Павла, из всего Нового Завета. Ну, можно сказать, что и половина Нового Завета, павловские тексты, но уже очень часто. Еще что нужно сказать о павловском понимании Бога. Павел не доказывает бытие Бога. Например, последующие богословы, например, Фома Аквинский, Ансельм, Кентерберийский, до нас дошли от них, так называемые аргументы в пользу, или доказательства бытия Бога. То есть богословы Средневековья должны были доказать, что Бог существует, привести доказательства. Да, да. У Павла не было такой задачи доказывать. Ну, потому что, во-первых, кому он будет доказывать? Он будет доказывать евреям, они верили в то, что есть Бог. Ну, и даже видим его проповеди в Ариапаге, он там не доказывает, что есть Бог. Он доказывает такое. Да, там есть такое, что, говорит, ну, цитирует, что есть Бог, но он больше приводит к концу истории, к суду. И смутило-то стоиков и эпикурейцев в Ариапаге не то, что Павел говорит о Боге едином. По сути, хотя эти религии были в греко-римском мире, многие философы считали, что есть одна причина, то есть какой-то, ну, есть все-таки один Бог. Я даже в советское время издали такую книгу «Ораторы Греции». Она у меня есть, и там несколько речей каких-то ораторов. Я просто уже давно читал, забыл, как зовут этого оратора. И он там речь по поводу такого-то праздника, и он говорит о Зевсе. И он, в принципе, из этой оратории, то есть из этой речи, видно, что он сам разбивает всю идею идолов, все говорит об одном Боге. Так вот послушаешь, ну, люди где-то понимали где-то. И Павел приводит, да, что мы его рода, один Бог, там все, и никто не спорит. То есть у Павла нет доказательства того, что Бог есть. В принципе, и Библия никогда особо не ставит акцент, чтобы доказать. Вначале Бог сотворил небо и землю. Все. Единственное, Павел в послании к кримлянам, видим возмущение Павла, что как они, познавшие Бога, не проставили Его как Бога, но осуетились и так далее, и так далее. А перед этим, что нет извинения, потому что через рассматривание творений Бога-вида, здесь проблема естественного богословия и богословия-откровения. Насколько можно Бога познать через видимый мир. И тут тоже не все так просто. Если было бы так просто, то, наверное, люди бы верили. Потому что общее откровение, то есть откровение, самораскрытие Бога в структуре творения, оно нуждается, конечно, в специальном. Но это уже богословские термины. Общее откровение, специальное откровение. Если бы у нас было богословия, мы бы больше об этом говорили. Поэтому Павел не доказывает бытие Бога. Более того, второе, ну, в смысле, первое, Бог Павла – это Бог Израиля. Бог Павла – это Бог Израиля. Это Бог, и даже не Бог Израиля, то есть Бог иудаизма, времен апостола Павла, а Бог истории Израиля, Бог Ветхого Завета. Бог Израиля в том смысле, что не Израиль его выдумал, не Израиль в себе обладает какой-то верой в Бога, а Бог Израиля – это тот Бог, который создал Израиль. Но Бог, который создал Израиль, он есть творец неба и земли. Поэтому Павел говорит, что Бог что, евреев только? Нет, Бог есть творец неба и земли. У Павла очень много прерывается, когда он говорит о Боге. Часто видна, ну, такая вот, часто вот такие моменты, когда Павел говорит о Боге, они окружены доксологией, доксологией, да, словословием, или какими-то возгласами, или какими-то гимнами, восклицаниями. О, бездна богатства и премудрости Божьей. То есть, Бог благословенный, да, то есть, чаще всего, там, где вот используется Бог, вот, бывает такая вот, доксологическая такая вот облачко. И, конечно, он говорит о нем, как о Боге Творце, Отце и Царе. Бог как творец. Ну, вот послание Римлянам 1, 20, он, и в других текстах, он понимает Бога как Творца. В Израиле времен Павла был такой, несколько такой, деистический взгляд на Бога. Что такое деизм? То есть, это, опять же, наши категории. Деизм – это взгляд на Бога. Он родился где-то в Англии, как вот такая уже философия и теология, времен таких философов, как Юн, Лок, когда наука начала набирать обороты, именно научное мышление, потому что до этого было такое вот мифическое, философичное мышление. Люди о мире, мир не изучали, о нем размышляли. Хотя Аристотель там, когда писал свою книгу «Физика», то есть о вещах видимых, материальных, а потом «Метафизика», то есть о вещах, то, что за видимым, это стало термином философским, «Метафизика». Он, в принципе, наблюдал, он сделал, в принципе, шаг вперед. Тогда наука, философия, все было вместе. Но, в принципе, это была логика и математика. Никто вот именно эксперименты не проведил. Только вот в начале 16-18 века пошло такое вот научное пробуждение, ну, именно мышление. Поэтому о мире размышляли. И в иудаизме тех времен Бог… А, иудаизм. Иудаизм – это значит Бог удален. То есть он сотворил, есть Творец, он сотворил Вселенную, завел ее, как часы, оставил, и все, и она уже в нем не нуждается. То есть она заведена. Отсюда такие вот выводы. Чудеса невозможны, потому что Бог уже не включается в этот процесс. То есть он… Есть причина, но она уже удалена. То есть не в таком виде иудаизм был иудаизм этого времени, но удаленность Бога вот чувствовалась, что Бог удален. Он творец, он отличается от творения, но он отдален. Было богословие Шехины, да, то есть… Потом некоторые вариации иудаизма говорили о каких-то посредниках. Нужны какие-то посредники, чтобы… И, конечно, может быть, это было выстроено, скорее всего, то, что мы говорим, что было такое молчание пророков. Пока не заговорил Ян Креститель. Было какое-то молчание в Израиле. Пророка не было. Не было пророков, значит, не было духа. Павел тут привозит радикальную вещь. Бог близок. Он творец, он отделен от творения, но он близок. И самое яркое выражение его близости и соединенности в этом мире – это действие через своего сына, через Иисуса Христа, то есть его соприкосновение с этим миром. Мы – его творение. Отсюда вывод, Павел, что мы – его творение. А значит, если мы – его творение, то мы… И здесь, когда мы прочитываем Павла, и вот то, вот, помните, разговор и проблему, которая была в первом послании к Коринфянам, что некоторые посчитали, с одной стороны, что тело может предаваться, отдавать на такие аморальные действия, либо наоборот, такая вот жесткая аскетика. Павел идет в духе или в русле, в ветхозаветной истории, еще истории творения, что творение – благое. Мы – его творение, значит, мы – творение – благое. Далее. Ты не расстроилась? Не, все нормально, слишком-то переживаешь. Мы – благое творение. Падшее. Греховное. Но благое. То есть, в нас, в принципе, заложено творцом все, что делает наш организм, то есть, и человек – это благое, мы – благое. Все хорошо весьма. Оно подлежит искуплению, это творение. Вот почему и отсюда, кто во Христе, тот новое творение. То есть, Бог, Творец, не отказывается от своего творения. Бог, Творец, не перечеркнул свой первоначальный план или благо своего творения. Бог, Творец, совершает искупление для своего творения. И те, кто во Христе, есть новое творение. Воссозданное, искупленное, восстановленное. Поэтому для Павла Бог, Творец – это не просто такой Творец, который причина творения, где-то он там себе сотворил, где-то очень далеко. Он заботится, он переживает, он любит свое творение. Он искупил свое творение и делает нас новым творением. Еще Павел говорит, что творение имеет цель. И цель этого творения – не человек, не антропоцентричное творение, а христоцентричное. Цель творения – есть вот эта вот отдельная тема, конечно, есть Христос в Колоссянам 1,16. Часть гимна. Он – видимый образ невидимого Бога, первенец, выше всего творения, потому что через Него было создано все – и небесное, и земное, и видимое, и невидимое, престолы, господство, начало и власти. Все было создано через Него и для Него. Это отдельная тема, но видим, что творение, Бог желает видеть творение таким, как Христос, христоцентричным. Поэтому творение, оно не идет в сторону, что мы есть цель творения. То есть мы должны подойти к тому, что стать, как Христос. Творение христоцентричное. Отсюда сатириология или спасение у Павла, то есть это и космология, то есть спасается весь космос, искупляется весь космос. У нас есть у христиан такое поверье. Это вера, но поверье, что этот космос – это все ерунда, все оно подлежит. И вот мы спасаемся, будем жить на небесах, и все. Этим мы продолжаем не библейское повествование о творении, а эллинское, греческое, где материя есть зло, а дух – это… То есть мы больше продолжаем Платона, свои мысли, нежели Моисея, ну если так сравнивать. Поэтому сатириология, то есть спасение, есть космология, новое творение. И это приводит нас к следующему моменту, это очень важно для этики христианской, забота о творении. Человечество, общество осудило иудео-христианскую парадигму человека как властелина творения за того, что мы уничтожаем планету, природу. Говорят, что в этом повинен иудео-христианский такой нарратив, повествование. Человек вине в творении, значит, он его покоряет и подчиняет. На самом деле, если мы четко обратим внимание на выводы богословия творения Библии, вот Павла, что мы ответственны, мы должны очень ответственно относиться к творению. Первое, к чему мы должны ответственно относиться к творению, это к своему телу, к своему здоровью, здоровый образ жизни, да, то есть отсюда включается этика, мораль, духовность. К творению мы отвечаем за наше творение. И поэтому Павел в Коринфе нам очень серьезно о теле говорит, да. Творение также это означает социум. Для Бога творение, его творение, это, в первую очередь, не камни, не деревья, не животные, не бездомные собаки, а общество. Социум. Он творит Израиль, как народ. Он сотворил, он творит церковь, как народ, да. Поэтому социальные отношения и связи, это тоже забота о творении. Поэтому выводы из богословия творения Павла, что мы отвечаем, есть очень серьезные этические последствия. То есть это не означает, что мы не должны заботиться о животных и так далее. Но если мы начнем по порядку все это воплощать, видим, что большая, интересная, очень мощная экологическая теология, которая сейчас модна. Поэтому христиане могут быть модными сейчас, когда будут поднимать экологические вопросы и проблемы, основываясь на библейском мета-нарративе. Переменка. Продолжение следует... Продолжение следует...